Привет, друзья! Вот меня там спрашивают, как я такую творческую работоспособность имею, что постоянно произвожу какие-то контенты, какие-то ликбезы проводим мы у нас, вебинар скоро вот сейчас будет. Почему всё время у меня получаются новые идеи? Ну, это очень интересно, правда? Почему новые идеи и как их создавать? Потому что новое – это очень интересное. Это так голову, чтобы пришло, надо разгрузить голову от всего, что есть. Выйти на такое состояние раскрепощения, безмятежности, когда тебе всё уже становится пофигу, освободиться от всех штампов, шаблонов, страхов. Да, и чтобы возникло уже такое состояние, когда ты как на самом почётном месте, как, ну, творец. Да, и всё тебе доступно, и ты всё понимаешь, и всё у тебя в голове складывается, и возникают тогда новые мысли. Да-да-да, возникают новые мысли, и ты начинаешь видеть горизонты впереди, создаётся образ будущего, и ты хорошо понимаешь, что и как тебе делать. Но я сам пользуюсь этим для того, чтобы так раскрепоститься, вот так вот. Вот у меня есть один друг очень близкий, когда он меня первый раз увидел, было день рождения, я его поздравлял, он ко всем обратился и сказал, у этого человека бешеная харизма. Ну да, бешеная. Вот, почему она возникает у некоторых людей? Потому что они свободны. И вот чтобы что-то изобрести, и чтобы создать что-то новое, создать какое-то творение, чтобы создать такое диво, чтобы люди приходили и удивились, какое диво ты сотворил. Ну надо же, конечно, быть свободным. И лечиться можно только свободой, и создавать можно только свободой, чтобы это было неповторимо. Но как маленькое чудо, чтобы люди удивились действительно. Но я пользуюсь этой такой, вот я буквально два-три дня назад сделал такую разгрузку, новый вариант, новый вариант ключевой разгрузки, которого раньше у меня не было. Я соединил. Знаете, вот есть такое понятие и методика известной в мире, называется автописьмо. Ну это когда ты утром, вот после сна только встал, и что приходит в голову, пишешь, пишешь на автомате, совершенно не задумываясь о том, как ты правильно пишешь или нет. Надо, чтобы между тем, что ты пишешь, ну как бы шло как, вот как с пулемет. Вот пишешь и пишешь, пишешь и пишешь, что все в голову придет, все что в голову придет, все что в голову придет, пишешь и пишешь. Да, и так некоторые люди выздоравливают, освобождаются, разгружаются. То же самое есть в методике психоанализа. Когда вот психотерапевт, психолог, там врач наводит своего пациента, клиента на больную точку душевную и его прорывает. И он тоже говорит беспрерывно, 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 на автомате. Вот видите, автописьмо, и здесь авто, авто, слово производство. Ну вот я посмотрел, объединил вот это, и придумал этот новый оригинальный метод, можно сказать, разгрузки. Но вот так просто объяснить, как это сделать, это просто невозможно. Это надо просто... Я же эту разгрузку сам для себя делал, ну, где-то минут 30. И после этого сел, да, и у меня было такое роскошное состояние, ну, как гора с плеч. Ну, вы представляете себе такое состояние, которое, ну, как бы годами не было. Потом вдруг начинаешь вспоминать, что оно у тебя бывало когда-то. И, кстати, вот эта память счастливая приходит тогда, когда ты уже освободился. Она уже тогда приходит, и ты вспоминаешь, и как бы это у тебя закрепляется, и ты запоминаешь, что в следующий раз ты так тоже можешь повторить. Ты так тоже можешь повторить. Я вот несколько дней назад это сделал, и вот сейчас сделал, и опять я такой же... Я чувствую, что я роскошный. Ну, просто роскошный. Готов гореть, дарить, любить, обнимать, говорить слова хорошие, делать подарки. Понимаете, вот это такое душевное состояние дарения. Это очень важно. Вот мы совместно там создаём науку человечности со школы. И там как раз таки надо, чтобы участники школы тоже умели. Вот так вот разгружаться время от времени. Это такое мозговое санаторие. Это такое состояние, когда и аптека внутренняя работает, и там гормоны вырабатывают. И ты прямо молодеешь. Я прямо чувствую, что у меня всё под силом. Вот же в чём дело, друзья. Для ребят это так важно. Там, допустим, он боксёр, он боксом занимается. Если он будет время от времени разгружаться, он будет такой лёгкий, как Кассиос Клей. Я такой лёгкий становлюсь. Я могу и танцевать сейчас, и песни петь, и сочинять стихи. Это такое состояние творца. Я хочу вам показать эту разгрузку, но для этого действительно надо в зуме. В зуме. Вот у нас будет 25 числа, 20 часов. Приготовьте зумы. Выйдите все в зум. Потом у нас будет вебинар как раз-таки особенный, специальный такой, с оригинальной методикой разгрузки ключевой. Вариант этой разгрузки. Да. Я вам там буду рассказывать те детали, которые надо технологически как-то применять. И мы все там будем делать эту разгрузку. Я буду подсказывать. Буду видеть, кто какие ошибки делает. Вы мне будете вопросы задавать, у кого как получается. Я буду советы тут же давать, чтобы результат получить сразу, прямо на глазах. Но я вас предупреждаю. Когда вы его получите, пожалуйста, запомните, что эту разгрузку надо будет потом. Время от времени делать. Потому что это же, знаете, это, ну как лекарство принял, но оно же расподействовало. Может быть сейчас, а может там на следующий день. А потом прошло время, и ты опять захламился всякими проблемами, и забыл про это, и опять попал в стрессы какие-то. А вспомнить надо, что ты это можешь. И опять уделил себе время, опять сделал, и опять молодой, и опять красивый, и опять у тебя все хорошо, и опять ты находишь, как решить твои проблемы. Кстати, любые. Да. Интересное дело. Ну попробуйте узнаете. Ну вообще-то это такая штука, которая сегодня, в наших условиях неопределенности, когда у нас столько проблем, и мы не знаем, как завтра быть, ну не только ты, или я, или наш сосед, там кто-то. весь мир не знает, но если бы люди знали эту разгрузку, ну елки-палки, ну полчаса, хотя бы там, хотя бы несколько раз в месяц, ну это чудо, это чудо. Ну на самом деле, да, отличная штука, друзья. Да, ну я даже не знаю, но вот говорят, знаете, как правильно, вы учитесь у тех авторов, которые могут на себе все продемонстрировать. Я на себе могу. Да, поэтому я очень вам рекомендую. Ну не хочется, как хочется, как говорил наш по анатомии доцент в мединституте Чудинов, его фамилия была, не хотите, как хотите, вам хотишь, как лучше, а вы не понимаете. Он так шутил. Видите, я и шутить могу, и так говорить могу, я очень серьезно могу говорить. Поэтому, если кто заинтересован, это касается по тому, например, теоретическому аспекту, как мозг в этот момент работает во время разгрузки, я отвечу на эти вопросы. Вот этот зум, он позволит задавать любые вопросы и получать тут же развернутые ответы. Да, поэтому готовьте зум, друзья. Будем осваивать и пользоваться. Ну, посмотрите, у меня такое вдохновение, но такой же не сыграешь. Тем более, я не артист. Ну, давайте, друзья, до встречи. субтитры создавал DimaTorzok,